Привет, ребята! Это Madcore и курс ControlPaint.com. И сегодня мы поговорим о настройке чувствительности давления стилуса для графического планшета. В стилусе для планшета, в моем случае это Wacom, есть маленькая пружинка, соединенная с датчиком. С ее помощью компьютер определяет давление стилуса на планшет. Этот параметр называется сила давления. Если сила давления 0%, то это значит, что вы едва-едва касаетесь планшета. 50% значит, что вы прилагаете половину максимальной силы давления. Ну а 100% значит, что вы прилагаете максимальное давление и пружинка сжата до упора. В фотошопе сила давления может использоваться для регуляции различных параметров. Допустим, для непрозрачности. Если вы прилагаете 100% силу давления, то непрозрачность равна 100%. Точно так же 50% давления, 50% непрозрачности. Ну и между этими двумя параметрами линейная зависимость. Если вы только начали изучать цифровое рисование, вы, скорее всего, просто установили планшет, даже не подозревая, что все эти параметры можно регулировать. В окне параметров планшета Wacom есть таблица перо, pen. В ней есть параметр чувствительность кончика пера, tip fill. Этот параметр можно менять от значения мягкий до значения жесткий. Вы можете изменять этот параметр, и вместе с ним поменяется то, как графический редактор будет реагировать на давление. Есть одна проблема. Допустим, вы выбираете параметр мягкий, потому что вы, скажем, привыкли рисовать карандашом. А это требует умения наносить линии мягко. Но даже в этом случае значение силы давления остается тем же самым. В этом-то и заключается проблема. Указав параметр мягкий, вы можете до определенного момента наносить мягкие мазки, увеличивая давление. Но в самом конце, чтобы добиться максимальной непрозрачности, вам все равно нужно прилагать максимальное давление и вдавливать стилус в планшет. Чтобы разобраться с этой проблемой, я начал искать решение на стороне. Это открытое ПО от сторонних разработчиков, и оно называется Tablet Pressure Curve Tool. Этот график выглядит знакомо. Если вам нужно поменять настройки в графическом планшете Wacom, вам нужно просто перетащить центральную точку. Так вы можете сделать касание перо либо мягче, либо жестче. Но в любом случае, максимальное давление так и остается на 100% без изменения. Но что если я хочу нажимать так сильно? Что если мне нужно, чтобы максимальное давление достигалось уже на 50% от обычного уровня? Вы можете поменять параметр при помощи этого ПО. Так что если я вдвое уменьшу уровень максимального давления, то датчик в стилусе игнорирует вторую половину пружины. Так что если сейчас я буду надавливать пружину в 2 раза слабее, то есть 50% от обычного уровня, система все равно будет считать, что я прилагаю максимальное давление. Только таким образом вы сможете работать со стилусом мягко. Итак, мои запястья действительно напрягаются меньше. Кроме того, что если вы привыкли носить мягкие маски кисти, то так вам в любом случае будет удобнее работать. Если раньше вы никогда не меняли настройки стилуса, то я советую вам познакомиться сначала с официальным ПО от Wacom. Там все довольно просто, и большинство людей ограничивается им. Если же вы уже попробовали ПО от Wacom, и вам оно не понравилось, тогда попробуйте Tablet Pressure Curve Tool. Повторюсь, это ПО неофициальное, поэтому техническая поддержка вам не сможет помочь с настройками в этом ПО. Пользуйтесь этой программой, вы действуете только на свой страх и риск. Но вообще я пользуюсь ей уже пару месяцев, и все работает просто превосходно. Насколько я знаю, эта программа не работает на Mac, к сожалению. Так что, если вы пользователь Mac и знаете альтернативное ПО, напишите о нем в комментариях, я обязательно о нем расскажу всем пользователям. Если вы можете рассказать, как вы настраивали свое пиро для планшета, тоже поделитесь своей историей в комментариях. Спасибо за внимание. Оставайтесь на связи.